Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Немножко беременна, 2007 года. Эллисон Скотт – молодая перспективная журналистка, живущая в бешеном ритме, но всё идёт под откос, когда результатом пьяного свидания на одну ночь с бездельником Беном Стоуном становится беременность. Перед героиней стоит выбор – пройти через всё в одиночку или узнать поближе отца ребёнка, и Эллисон решает дать Бену шанс. Дитя человеческое 2027 год. Мир погряз в анархии, причиной которой стала массовая бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вымирания. Решённый иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми воинами, противопорствующих группировок. Именно он встает на защиту последней надежды человечества – беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей. Джуно Беременная старшеклассница Джуно находит приятную семейную пару, желающую усыновить её нерождённого ребёнка. Перед девушкой встают совсем не детские вопросы – что делать, что будет лучше для её ребёнка и как найти себя. Джуно принимает необычное решение. Айстанская Джулия Сарата – обыкновенная студентка простого аргентинского колледжа. Встречалась с парнем, а тот встречался с другим парнем. Кто кого не поделил, понять сложно, но это и не важно. В итоге женская тюрьма – отделение для женщин с детьми, поскольку Джулия по ходу дела оказалась беременна. Чего ждать, когда ждёшь ребёнка Фильм расскажет историю пяти пар, которым предстоит все радости процесса ожидания и рождения ребёнка. Главная героиня – 42-летняя адептка системы похудения по Джиллиан Майклс, которая ведёт собственное шоу по сбросу веса и фитнесу. По сюжету героиня выясняет, что несмотря на возраст, она ждёт ребёнка. Секса много не бывает. Барбара и Николас знакомятся в видеомагазине. Некоторое время они приглядываются друг к другу, потом начинают встречаться, а затем женятся. Все проблемы начинают с того момента, когда неподготовленная к столь ответственному шагу молодая пара решает завести ребёнка. 17 девушек 2011 года После того, как упрямая девушка-подросток по случайности становится беременной, группа сверстниц-школьниц заключает между собой пакт и осознанно следует её примеру. Это становится настоящим шоком для их родителей и всего небольшого консервативного городка. Рибнок Розмари Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаусы приезжают в Нью-Йоркский Брэмфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, Мини и Романом Костоветтами, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывёт на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует её. Через несколько дней девушка узнаёт, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что соседи Вудхаусов – участники сатанинского культа, строящие зловещие планы относительно её ещё не родившегося ребёнка. Познакомившись с очаровательной Изабель, Алекс Уитман и не подозревал, что ночь страсти не пройдёт бесследно, а станет началом любви. И когда Изабель сообщает, что ждёт от него ребёнка, Алекс принимает решение – жениться на девушке. Он не знает свою возлюбленную, но это не имеет для него большого значения, ведь он уверен, что любовь – это то чувство, которое приходит всего один раз в жизни. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!